Два года назад я прошелся по, на тот момент, недавно организованному маршруту Рязань-Историческое. Показал, какие достопримечательности находятся вдоль этого маршрута, какие есть недостатки в плане его организации. И вот прошло два года. Не секрет, что подобные вещи часто делаются по принципу «поставил и забыл». Так давайте же посмотрим, руководствовались ли этим принципом создатели этого маршрута. Вот мы снова памятник Есенину. Ну, в принципе, тут ничего не изменилось. Все то, что и было два года назад, это такое же. Зато появились вот такие вот огоньки. Конечно, основное изменение на маршруте все-таки надо смотреть в вечернее время. Вот часть мы видели. Вот собственный маршрут туристический. Карты на месте. Конечно, так непонятно нарисовали, что это куда дальше идти. Но я точно знаю, что идти нам дальше вот туда. Так что пойдем. Кстати, да, оказывается, маршрут называется Рязань историческое. Я поговорил, Рязань туристическое типа. Но все равно, доля правды в этом есть все-таки туристический маршрут. Слева туалеты. У нас, конечно, проблема так и осталась со стационарными туалетами. Только вот такое вот ставят на лето. Давигационные таблички тут еще остались. Никто их не сбил. Видимо, контроль за этим тут ведется. Театру на Соборной сделали ремонт в прошлом году. А вот на этом месте два года назад дом только-только снесли. Но теперь поставили этот плакатик и не понятно, что тут будет. Снесли какое-то здание. Мне интересно, какое. Историческое или так? И самое главное, что тут будет. Вот местами табличек уже нет. Вот здесь вот я свернул просто по наитию, потому что помню. Туристы не поймут, куда им дальше. Ну, если, конечно, там не сфоткали какую-то карту. Пампик пола Лега Рязанского. Парковки тут сейчас нету. Не знаю, может, она тут и появится, кстати. Зато появились вот такие вот таблички. Может, конечно, они тут и были до этого. Они тут были, да, уже несколько лет. Не помню, 7 лет, 17-м году. Так, ну вот музей наш. Даже вот сегодня утром видел какую-то костюмированную экскурсию и музей. Должен был открыться в марте 2018-го, май 2019-го. Хоть забор поставили прозрачный. Я, конечно, не архитектор. Ругать или хвалить не буду здание. Ну, вот факт стоит с фактом. Музей практически сделали. Пусть с позданием на полтора года. А мы по-прежнему идем по деревянному настилу, как и два года назад. Внутри пусто. Никакой отделки еще нет. А мы опоздали на светофоры. Сейчас расскажу чуть попозже, почему это так очень плохо. Два года назад я жаловался на отсутствие табличек здесь. Но сейчас их, вернее как, она была, но где-то далеко. А сейчас их в принципе нет. А, не, вру, я нашел табличку. Все, все хорошо. Здесь бы, если бы я шел по этим табличкам, я бы потерялся. Потому что нигде их нет. Даже если затрагивало вон туда, табличек все равно нет. А вон она! О, моё! Просто я не мог, как я отсюда ее не разглядел. Но зато туристу увеличили время на раздумья. Кстати, все, дорогой троллейбус уже в состоянии. Как он плохо накрашен. Но не судя. Так вот, если раньше туристу давалась минута, то теперь ему-то дается на раздумья аж три с половиной. Чтобы стоять, подумать. Но вообще, маршрут идет вот туда, по улице Ленина. Симазик. Да. Три с половиной минут, зато люди недовольны. Чего так долго стоять? И действительно это неправильно. Количество нигдеальных табличек, конечно, увеличивается. Ну и правильно. Мы идем по улице Ленина. Итак, вот тут маршрут Рязани-Исторической. Делаем поворот. Табличек нет, но зато видим вот этот вот стенд. Кстати, тоже на месте. Никуда он не исчез. Там, как и памятник Лаврата. Все обещает, обещает сделать тут проход пешеходный. Опять передвинули на год. Но вообще, кстати говоря, раньше вот эти стенды, там они двигались. Ой-ой-ой, уехала. Да, с такими эмоциями. Вот. Тут, собственно, включалась карта. То вот это вот. Сейчас перестало. Ну, улица почтовая, чего тут можно сказать. В принципе, особо тут мало чего поменялось. Кроме вот этой подсветки, опять же. Предыдущая попытка организовать туристический маршрут. Дальше от этой карты все дело так и не пошло. Но они тут, блин, предлагают увлекательнейшую прогулочку по Касимовскому шоссе улице. Улица Советская Армия, проезда Яблочково. Ничего себе большой маршрут. 19 километров, а? А вот. Прогуляйте, блин, по всей Рязани. Появился туристический центр и соответствующий ему стенд, в котором вкратце рассказывается о маршруте Рязани-Сторическое. На момент предыдущих съемок его не было. Я скрыл звук, потому что там очень противные звуки из-за монтажа террасы. Терраса на самом деле очень такой серьезный бич улицы Почтовой. Они захламляют пространство, не дают посмотреть на дома. Это действительно плохо. Реально, если вы хотите посмотреть, насколько красивая улица Почтовая, приезжайте зимой. Потому что летом вы ничего, кроме разномастных террас, особо не увидите. Вот тут небольшой памятник. Посвященный кинотеатру, который тут находился целых пять лет. Но при этом зато его посетил Есенин. К сожалению, не видно за вот этими его домиками. Порой пример того, почему стоит обновлять эти таблички. Сейчас она от нас отправляет направо, к гипотетическому светофору. Но проблема в том, что чтобы пройти теперь до светофора, нужно пройти прямо. Вот это здание неплохо было бы отремонтировать. Карус, символ города. Осталось всего чуть больше десяти. И мы вышли на площадь Ленина. И тут никакого кунания маршрута, потому что он проходил вот там вот. Потому что там раньше был светофор. Таблички же требуют нарушать правила. Возможно, последний кадр этого сквера такой, какой он есть сейчас, в настоящий момент. Потому что обещают, что уже этим летом тут будут переделывать. Переделают или нет? Как переделают, если да? Посмотрим. А вот то, о чем я и предупреждал. Мы видим покоцанные деревья, без единого листочка. Зато побеленные. Кстати, заметьте, еле не побелены. И ничего. Живут же. Дальше видно, что табличку сорвали. Но все равно идти тут надо прямо. Зачем так уродово дерево, непонятно. Это еще и каштаны. А если как в прошлые годы, опять кого в густо они будут, такими же облезлими, желтыми, не спасет ваш побелок. Но имейте цветочки в цветах российского флага. Вообще их поменьше, чем в прошлом году. Улица Павлова. Тоже не так давно появилась сабличка. Предупреждение о том, что маршрут сюда надо сворачивать. Там было. Никто его не сорвал. И опять, блин, покоцанные деревья. Печально. Казалось бы, что тут можно посмотреть? Вот такой дом. Старый. Красивый. Правда, в таком состоянии тоже. Вот эти вот дома деревянные. Нет. Первые в глаза бросаются покоцанные деревья. Были бы они обычные, внимания бы я не обратил. В целом, тут вот такие вот дома. Причем отремонтированные. Что радует. Правда, не все. Здесь вот такое. Но практически большинство. Правда, тут еще новый дом впихнули. А тут этот стенд застрял на карте. Да. Они не работают. Ну, видно, что, видимо, поставили и все, и забыли. К сожалению. И тут такая же ситуация. Ну, пока большинство предметов с маршрута еще живо. Ой, у памяти не говорю. Дом Павло, кстати. Вот тут, да. Тут вот тут, блин, в сайдинге. Ведь в рекламе. И такой красивый. Ну, а тут все как было, так и осталось. Мне кажется, даже кадр у меня был такой же. А вот что изменилось. Конкретно вот это здание. Его перекрасили в другой цвет. Сверху желтого. Даже с камерой. Ну, а это вход в музей воздушно-десантных войск. Где стоят всячески различные машины. Вот именно ради этого туристический путь загнули вот сюда. Что плохо. Во-первых, убрали газоны. Если смотреть еще-еще назад. В прошлое. Ну, тут вообще росли деревья. Был такой тип палисадник. Даже не начало, как назвать. Есть у меня фотки еще того времени. Что еще плохо. Тут раньше стояло больше техники. А вот эти вот стояли на постаментах. Стаменты убрали. Теперь это просто пустое пространство. Но в целом, опять же, видим плакат резонентуристическое. Музей истории ОДВ. Руку-какие должны были тоже отремонтировать. А вот что хорошо, так это то, что забор достроили. Теперь тут вполне себе цивильно. Ну, и церковь еще появилась. Правда, конечно, не такая, какая была тут до 30-х годов. На месте вот этого здания, которое на самом деле 30-х годов и недореволюционное. Поэтому исторической ценности она особо не представляет. Потому-то его и зашили так. Вот. Но все равно церковь поставили. Чуть ее сдвинув. Относительно исторического места. Гостиница Превокская. Плюски за хорошую табличку. Которая не портит облик здания. И дом Хвощинских, да. Да, год прошел, ничего не изменилось. И да, восстановим вместе. Ага. Уже восстановили. И да, мяр 2018 по-прежнему. Кстати, интересный факт. Первое время тут так висело, уважаемые посетители больницы. Потом закрасили, сейчас краска уже слезла. Памятник Сергию Радонежскому. Мне почему-то начали показаться, что он какой-то розоватый оттенок имеет сейчас. Не знаю, может память такой, конечно. Ну, соборный парк он. Соборный парк есть. Пошла очень активно история о том, что Рязань является родиной сахарного леденца. Правда, не помню, в чем там суть этой истории. Но вот уже музей истории Рязанского леденца. Там вот чайная. И опять же, Рязань историческая. Ну, в принципе, тут, наверное, закончу. Там дальше ничего не изменилось, как я уже сказал особо. А осень я уже снимал специальный выпуск. Парк в Рязани. Ну, и вот. Так вот.